Добрый вечер! В эфире Весец Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. И вот что в нашем выпуске. 22 котельные Черкеска готовы к наступлению холодов. Когда ждать потепления в квартирах? Духовный лидер, поэт, автор учебников родного языка, общественный деятель. В ауле Верхняя Тиберда открыли мемориальную доску Исмаил Лакбаеву. Райское дерево появилось в Тиберде. Там торжественно презентовали арт-проект художника Эдуарда Кубенского Джаннат. В Черкесске состоялся республиканский турнир по быстрым шахматам памяти общественного деятеля и выдающегося спортсмена Владимира Куджева. Сегодня важная дата в истории нашей страны и республики. Годовщина окончания одной из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов обратился к жителям республики в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Долгих 442 дня длилось изнурительное противостояние в тяжелых условиях горной местности при значительном перевесе сил в пользу противника. Единение и сплоченность меганационального народа России на фронте и в тылу позволили одержать победу в ожесточенной битве, которая окончилась 9 октября 1943 года – разгромом немецко-фашистских войск. Указом президента России Владимира Путина 9 октября был официально признан днем воинской славы, как символ мужества и несгибаемой воли к победе советской армии. И сегодня в поселке Оржникидзовском у музея памятника защитникам перевалов Кавказа прошел митинг, посвященный 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Эта дата навсегда останется в сердцах людей как символ мужества и стойкости. «Мы чтим память тех бойцов и командиров Красной Армии, кто ценой своей жизни сражался за освобождение Кавказа от фашистских захватчиков. Народы Северного Кавказа и Закавказья всегда будут помнить подвиг советских солдат, которые проявили истинное братство и героизм в самые тяжелые времена», – говорили выступающие на мероприятии. В Черкесске 14 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы. Все подготовительные работы в городе давно завершены. О некоторых нюансах в тепловых сетях рассказали корреспонденту Артуру Мкце. Считанные дни остались до начала отопительного сезона. Все 22 котельные региональной столицы и около 70 километров тепловых сетей готовы к наступлению холодов. В городской ресурсоснабжающей организации рассказали о том, какая работа была проделана, чтобы предстоящий осенний-зимний период прошел без нареканий со стороны потребителей. Подготовка к отопительному периоду регламентирована правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Мероприятия, которые там прописаны, касаются как теплоснабжающей организации, так и потребителей тепловой энергии. В рамках подготовки к отопительному сезону на нашем предприятии было проведено ряд мероприятий. Это техническое обслуживание котельного оборудования, основного и вспомогательного. Был проведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей, промывка и гидравлические испытания. По нормативам отопление включается при среднесуточной температуре в течение пяти дней ниже 8 градусов. При этом надо понимать, что ответственность за нехватку тепла в доме чаще всего лежит на управляющей компании, а не на тепловиках. Договорами о теплоснабжении предусмотрена граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Зачастую введение тепловых сетей наружные тепловые сети до стены здания. Все, что внутри здания, помещения многоквартирного дома или другого объекта, это введение уже субъекта. Норматив подачи на входе это 60 градусов. Такая температура позволяет обеспечить нормативную горячую воду и нормативную температуру в отопительный период внутри помещений. Решение о старте отопительного периода принимают городские власти. Согласно информации из мэрии Черкеска, в этом году тепло начнет поступать в дома с 14 октября. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что готовы к любым нештатным ситуациям. Аварийная служба тепловых сетей работает в круглосуточном режиме. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Имя Исмаила Якубовича Акбаева век назад засияло на небосклоне карачаево-балкарского просвещения. И до сих пор его ум и благородные поступки и доброе сердце восхищают потомков. Просветителю Северного Кавказа, духовному лидеру Карачаева-Черкесии, основателю газеты «Карачай» и первопечатнику открыли мемориальную доску в его родном ауле «Верхняя Тиберда». Об удивительном человеке, бескорыстно служившему своему народу, в репортаже Аллы Динаевой. У дома Чукуна и Финзи, как его любовно называли в народе, сегодня много гостей, не только жителей Верхней Тиберды, которые собрались на открытие мемориальной доски. Духовный лидер, поэт, автор учебников родного языка, общественный деятель, организатор первой в Карачаево-Черкесии типографии и крупный хозяйственник. Один из инициаторов развития тибердинского курорта и основатель первых национальных газет в республике Исмаил Акбаев родился в 1874 году в семье Якуба и Финзи, вероучителя начальных училищ школ в Учклане и селении Тибердинском. В 12-летнем возрасте был направлен отцом для обучения в Балкарию, а четыре года спустя Исмаил продолжил образование в Казани и Крыму, посетил Баку и Тифлис, овладел арабским, турецким и кабардино-черкесским языками, разбирался в естественных науках, хорошо знал классику восточной литературы, успешно вел Чукунаев-Инди и семейное хозяйство, что позволяло ему заниматься благотворительностью, помогал в школе ее учащимся, выделял средства на ремонт дорог, мостов, мечети. В этот памятный день на родине многих ученых, мастеров слова и добродушных горцев, всех собравшихся в солнечной Тиберде, поприветствовал глава Верхней Тиберды Али Мурат Байчуров. А имам аула Али Джукаев совершил дуа по умершим, которые посвятили свою жизнь процветанию религии и служению своему народу. Поздравляю вас с таким событием, знаменателем, познаменованием нашего великого земляка, жителя нашего аула, просветителя, духовного лидера не только Карачаева, Черкесия, но и всего Кавказа Северного. Спасибо вам за такое отношение к нашему односельчанину. Для работников газеты Карачаев открытие мемориальной доски просветителю имеет особое значение и не только по значимости, а еще потому, что оно приурочено к столетию печатного издания, отметила ее руководитель Салима Каркмазова. Всем уже известно, что нашей газете буквально через пару недель исполняется 100 лет. Но сегодняшнее мероприятие доказывает, что нашей газете фактически больше. 19 октября 2024 года – это официальный день рождения газеты. Благодаря Чокуна Апенды Акбаеву Исмаилу еще в 1919 году уже была заложена основа газеты «Карачай». Так и называлась эта газета «Карачай». Инициаторам и организаторам данного мероприятия вручили почетные грамоты Миннация, общественных организаций республики, фамилии Акбаевых и не только. Право открыть мемориальную доску предоставили внучатому племяннику просветителя и главе аула «Верхняя Циберта». Теплые воспоминания у аульчана ставила и дочь Чокуная Финзи Рима. Я знаю эту семью давно, знаю, с детства. Я тут рос, я тут играл с детства. Я знаю Риму, знаю ихнюю мать. Она нас постоянно кормила, там хвалила. Ну, учила, даже писать учила, читать учила. Она тоже очень громадная была. И она всегда мечтала, чтобы вот эта мемориальная доска открылась здесь. Но, к сожалению, ее нету. Но мы эту мечту сделали, сбыли. Вот эта мечта сбылась уже. Очень трудно в таком коротком интервью сказать о нем то, что хотелось бы. Но одно мы знаем, что он имя свое вписал в сокровищницу карачаево-балкарского народа золотыми буквами. А затем участники мероприятия собрались за круглым столом, который посвятили столетию газеты «Карача» и 150-летию просветителя Исмаила Акбаева. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Харачева, Черкесия, Тиберда. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-8036. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, днём 21-26, градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днём 23-25 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Райское дерево Туба появилось в Тиберде. В рамках 17-го международного фестиваля современного искусства Аланника состоялась торжественная презентация арт-проекта художника Эдуара Кубенского «Джаннат». Карачаево-Черкесия стала четвёртым регионом в марафоне открытий. Что хотел сказать своим творением автор проекта «Джаннат», расскажет Мадина Каракетова. Это Туба, райское дерево. Таким его видят художники из Екатеринбурга Эдуард Кубенский, автор арт-объекта, который отныне будет украшать территорию приусадебного участка дома-музея Ислама Крымшамхалова. Это не первая идея Эдуарда, реализованная на территории Карачаева-Черкесии. Первой работой стали 30 тысяч цветов из гильз, установленные на территории Музея защитника перевала в Кавказе. Тогда Эдуард впервые посетил Тибердо и дом князя Ислама Крымшамхалова. И тогда и влюбился в этот курортный город. Меня, конечно, поразила природа, потому что я никогда здесь не был, всегда мечтал побывать на Донбайе. И познакомившись с экспозицией музея, с историей Ислама Крымшамхалова, который говорил о том, что он это место выбрал, потому что он считает это райским местом. И Тибердо в одном из переводов звучит как райское место, удобное райское место. И сам Ислам был просветителем. И сочетая вот эти вот две составляющие, просветление и райское место, невольно приходишь к мысли, что нужно сделать что-то райское, что-то прекрасное, от чего получаешь наслаждение, удовольствие. Эдуард долго думал, каким же должно быть это нечто райское, которое должно украшать райское место. Но что чем-то необыкновенным, это точно. Идеи, признается, художник было несколько, и все же он остановился на Тубе, райском дереве. Я проштудировал загон, это Коран полностью. Устройство полностью джаната, что он состоит из четырех садов, в нем течет четыре реки. И в одном из садов, из главных садов, стоит райское дерево Туба, которое является одним из главных наслаждений, его созерцание является одним из главных наслаждений. И вот появилась такая идея создать здесь такое райское дерево. Это светящаяся инсталляция, сейчас днем мы ее не видим, вечером она светится, освещает буквально всю здесь улицу. Девятиметровый объект джанат состоит из металлической конструкции, на которую насажено 16 пластиковых кашпо, внутри светодиодная лента. Производили составные части райского дерева Эдуарда Кубенского в Петербурге. Автор также считает возможным установить прожектор. Луч света в небо усилит эффект, считает художник. Руководитель Северокавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Галина Тибиева рассказала, что этот проект не первый на территории Крачево-Черкесии. И реализованы они в рамках главного проекта фестиваля современного искусства «Аланника», который сосредоточился на малых музеях Северного Кавказа. И мы предлагаем художникам, работающим в области современного искусства, попробовать показать, как языком современного искусства можно интерпретировать традиционную музейную коллекцию и, может быть, по-новому взглянуть на какие-то уже привычные вещи. Первый проект, который был в прошлом году реализован у вас в музее памятники защитников перевалов Кавказа, тоже автором его был Эдуард Кубенский, художник-архитектор из Екатеринбурга. Очень надеюсь, что арт-объект «Джанат» станет одним из символов Тибирды, говорит директор Карачева-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Ханафи Хасанов. Учитывая тот момент, что вот такие федеральные музеи пытаются воплотить свои проекты именно в таких отдаленных музеях от центра, мы всегда смотрим положительно на участие всевозможного рода. Мы выступаем в разных проектах компаньонами, в некоторых проектах мы просто сотрудничаем. А здесь нам предложили предоставить также площадку для установки вот такого современного арт-объекта. Очень важно, что в Карачаево-Черкесии развивается современное искусство. Подытожил церемонию презентации проекта «Джанат» министр культуры республики Зураб Агербов. Сегодняшний проект – это такой уникальный для Карачаева-Черкесии способ, с помощью наших партнёров, а это и музей имени Пушкина, это и архитектор из Екатеринбурга, это и группа Карачаева-Черкесии, которая готовила этот проект. Они вместе объединились и придали уже традиционному, всеми любимому, но может быть отходящему где-то на второй план музея имени Карима-Шимхалова новую жизнь, новое внимание и новый импульс к развитию. Через такие проекты гости республики показывают всей стране и даже миру свое видение Карачаева-Черкесии. И видя, как гости влюбляются в наш край, мы восхищаемся им еще больше, считает Зураб Агербов. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, 200 Карачаева-Черкесия, Циберда. В Черкесске состоялся республиканский турнир по быстрым шахматам памяти общественного деятеля и выдающегося спортсмена Владимира Куджева. Состязание стало важным мероприятием для всех, кто присутствовал и следил за развитием событий. Альбина Ламкова продолжит тему. Владимир Куджев – ветеран труда и почетный автотранспортник Российской Федерации. Еще он был шестикратным чемпионом России, мастером спорта СССР по гандболу. Игра в шахматы была любимой. В этом деле Владимир Нагоевич был лучшим и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в Карачаево-Черкесии. Говорят о нем его друзья. Он, знаете, он здоровый такой дядька за 2 метра, 120 килограмм, мастер спорта. Понимаете, он так ко мне относился. Он тогда даже иногда обнимал, а у меня кости трещали. Такой мужик был, честный, порядочный. Вот это я хочу еще раз подчеркнуть. Вот. Ну, я не знаю, там сейчас понимает или нет. Это вот советская закалка. Вот. Он человек был из советской закалки. Вот. Я горд, что я его знал. Турнир состоялся по инициативе друзей и родственников при поддержке Федерации шахмат Карачаево-Черкесии. Проводится состязание во второй раз. Саллаудин Газиев был одним из организаторов турнира. Однозначно мы благодарны всем тем, которые помогли для проведения этого турнира. И Хуранову, и Абрекову. Это частная школа шахматная. Это два лучших шахматиста республики у нас. Вот. Они пошли нам навстречу. Вот. Они его знали. Организация турнира по шахматам показала, что в нашем обществе есть высокий интерес к этой игре, что шахматы являются важной частью нашей культуры. Несомненно, такие мероприятия способствуют развитию интеллектуального потенциала нашей республики. И страны в целом. Но у участников турнира есть переживания. Они ими и поделились. Шахматы, конечно, находятся в Карачаево-Черкесии в упадке. Особенно взрослые шахматы. Да, надо признать, что работа среди детей ведется. Это мы видим. Но это только среди детей. На сегодня плачевное состояние с помещением шахматного клуба по сути не отвечает требованиям любых норм и строительных, и противопожарных, и санитарных норм данный клуб, что нам выделили. Игра в шахматы – отличный способ проведения досуга и общения. Она позволяет людям разных возрастов и социальных слоев объединиться вокруг общего интереса и проводить время вместе. В виде спорта Советский Союз всегда занимал лидирующие положения. И большинство шахматистов были выходцы из Советского Союза. Поэтому мы, старейшины, любители шахмат, общественные организации, пропагандируем игру шахмат, республиканского шахматного клуба. Чёрст Чагов надеется, что проведение турнира по шахматам станет традицией в нашем городе и привлечет ещё больше людей к этому увлекательному занятию. А самое главное – привлечёт внимание к чаяниям игроков. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютики и анютики». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова